Перед пробежкой обязательно разминка. Десяти минут вполне хватает для разогрева мышц. Настя Бура сейчас бегает нечасто, два-три раза в месяц. А мечтает заниматься спортом каждый день. Девушка бросила вызов себе и стала участником проекта. Такая эйфория после пробежки появляется, что вот, ты пробежала дистанцию. Это действительно круто. К тому же, потом это какую-то легкость в жизни придает, уверенность в себе. Проект «Вызов» идеи Ильи Пономаренко. Он сам много лет занимается каратэ и, конечно, часто бегает вместе с друзьями. Парень решил, а почему бы не организовать в районе масштабный забег, в котором может принять участие любой желающий. Ведь спорт всегда объединяет людей. На самом деле мы с друзьями бегали сами и поняли, что это интересно людям, что это их развивает. Спорт – это неотъемлемая часть жизни. Спорт он развивает, он сближает. Участникам проекта предстоит пробежать 21 день в течение трех месяцев. В августе ребята планируют бегать по два раза в неделю. А в сентябре и октябре по три. Главное для каждого бегуна – выполнить поставленную задачу. Есть такая теория, что за 21 день повторение какого-либо действия, это действие входит в привычку. И отталкиваясь от этого, Илья предложил сделать привычкой бег. Старт проекта состоялся. В основном забеги будут осуществляться по пересеченной местности. Первый месяц участники будут преодолевать дистанцию в 2,5 километра. Затем перейдут на 5 километров. Организаторы считают, что за три месяца, а это более 60 дней, выделить 21 на бег несложно. По окончанию забега каждому участнику вручили вот такой календарь, в котором указаны все даты пробежек. Следующий состоится 10 августа в четверг. Так что брось вызов самому себе, присоединяйся. Ирина Бокова, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.